Здравствуйте! Мы вас рады приветствовать сегодня в нашей компании, и мы поговорим о муниципальных выборах 2022 года, о местном самоуправлении и о вообще муниципальных депутатах. Кто это, зачем они, для чего? И нужны ли нам, вообще нужны ли они нам? И в нашей компании сегодня Сергей Цукасов, муниципальный депутат Останкина района и преподаватель депутатской академии. И Ольга Турнодоевская, тоже преподаватель депутатской академии, активиста района Марина Рощ, будущий, кстати, кандидат в муниципальные депутаты. И Надежда Гордан, муниципальный депутат района Измайлова, тоже имеет прямое отношение к депутатской академии, помогает кандидатам с информацией о том, как выигрываются выборы. Ну и давайте перейдем непосредственно к рассмотрению вопросов, все-таки кто такой муниципальный депутат, для чего он нам нужен, какой у него функционал. Ну, муниципальные депутаты, прежде всего, это орган представительной власти, то есть прежде всего мы представляем интересы жителей. Второй вопрос возникает о полномочиях муниципальных депутатов, потому что говорят, что полномочия маленькие, имеет ли смысл нам избирать этих депутатов, для чего они нам нужны. Ну вот, Сергею, как слово передаю по поводу полномочий, нужны ли нам вообще муниципальные депутаты и какие у них полномочия? Добрый день, уважаемые зрители. Надежда представила нас как представителя депутатской академии. Действительно, это такой наш образовательный совместный проект, который уже год существует в Москве, и мы готовим кандидатов, которые хотят участвовать в выборах 2022 года и выиграть эти выборы. Мы помогаем им с избирательной кампанией, помогаем им, делимся опытом, известные профессионалы своего дела рассказывают им, как вести избирательные кампании. Вместе с тем, да, мы муниципальные депутаты, и задача муниципальных депутатов в Москве, она значительно уже, с одной стороны, чем в остальной Российской Федерации, но тем не менее, эти задачи, они важны для жителей. И зачастую, особенно если совет депутатов в большинстве своем, независимо от исполнительной власти, в большинстве своем выступает в интересах жителей, голосует в интересах жителей, это играет важнейшую роль для атмосферы в районе, для принятия таких решений, как благоустройство дворовых территорий, контроль качества капитального ремонта, издания, районные газеты и так далее и тому подобное. Муниципальные депутаты в Москве в 2022 году будут демонстрировать свою способность к изменениям, способность к реальному местному представлению интересов жителей, к реальному местному самоуправлению и тем самым помогут нам всем нащупать какие-то пути выхода из той чрезвычайно централизованной, чрезвычайно иерархически выстроенные системы московской власти, результатом которой являются переуплотнение, уплотнительная застройка, вырубка зеленых насаждений, различные проблемы со здравоохранением, с безопасностью, с которым мы сталкиваемся и так далее и тому подобное. Я хочу дополнить, почему еще важно приходить учиться в том числе в депутатскую академию, потому что, к сожалению, говоря о тех же полномочиях, например, у нас в районе даже сами оппозиционные депутаты, они говорят, у нас нет никаких полномочий. То есть сами депутаты не знают своих полномочий, не знают, что они могут сделать, потому что кроме того, что перечислил Сергей, например, и это я узнала тоже только в депутатской академии, вот как раз на лекциях моих коллег, что муниципальные депутаты могут вынести недоверие главе управы, и тогда уже на уровне мэра будет рассматриваться вопрос, оставить главу управы или нет. Мне кажется, у нас в районе даже не знают муниципальные депутаты об этом. И много еще вещей, которые действительно, если люди, во-первых, независимые, если они действительно любят свой район, живут в этом районе и хотят что-то изменить, и у них есть для этого знания, они могут сделать. То есть вот то, что чаще, ну то есть я думаю, это в основном все-таки власть пытается активно пропагандировать информацию, что муниципальные депутаты ничего не решают, у муниципальных депутатов нет никаких полномочий. Это делается специально, чтобы активные люди, люди, которые любят свой район, люди, которые хотят что-то там в нем сделать, не шли бы просто в муниципальные депутаты, не выбирались. Да, ну и здесь нужно сказать, что у нас еще есть помещения, которые принадлежат департаменту городского имущества и которые муниципальные депутаты могут распределять на благо района, на благо жителей, в которых может вестись физкультурная деятельность, деятельность кружковая, то, чего не хватает жителям. Мы принимаем отчеты жилищников, руководителей МФЦ и в свои заключения мы вносим какие-то рекомендации, которые рассматриваются вышестоящими органами. И школу, по-моему, тоже, да? Да, действительно, мы можем пригласить на наше заседание с отчетами и с информированием директоров школ, тоже такая немаловажная функция и возможность. То есть на самом деле есть определенные возможности у депутатов, которые могут сделать нашу жизнь лучше. Но миром современным правит информация, и у нас есть также возможность информировать наших жителей путем издания газеты за бюджетные деньги, за деньги муниципального округа. Ну вот я знаю, что у Сергея, например, так как совет независимый, то есть независимый, это значит, что большинство муниципальных депутатов независимые, и они могут информировать людей о каких-то грядущих важных событиях. Сергей, вот вы пользовались этой возможностью? Да, важно отметить, что эти все, ну, такие для жителей блага, для избирателей важные моменты в Совете депутатов реализуемые, в том числе и там недоверие главе управы. Но если совет имеет в составе большинство независимых депутатов, две трети которых могут принять решение и об изменениях в устав, и о издании газеты, и о выражении недоверия главе управы, там проголосовать на отчете жилищника, поставить там отрицательную оценку, что является вообще нонсенсом каким-то для советов депутатов, где большинство и дроссов. Поэтому важно, конечно, и мы в нашей депутатской академии на это делаем особенный акцент, важно идти на выборы муниципальных депутатов коллективом, командой и ставить задачу занять большинство мест в местном совете. Тогда действительно открываются возможности для реализации этих, пусть и не таких уж широких полномочий, но тем не менее, по крайней мере, поднять на какой-то новый уровень взаимодействия с избирателями, давление на органы исполнительной власти, чтобы они чаще принимали решения в интересах жителей района. Ну вот сейчас, может быть, тоже... Но помимо общего блага, нужно понимать, что вы тоже получаете выгоду, приходя в муниципальные депутаты. Во-первых, это опыт избирательной кампании, тот момент, когда вы знакомитесь с теми людьми, с которыми вы никогда бы не познакомились, работая там в своей узкой специализации. Это опыт общения с различными органами государственными и негосударственными. Но если вы избираетесь, вы еще и будете получать ежемесячное поощрение за то, что вы исполняете определенные функции. Например, ходите на заседание, тоже, конечно, время отнимает определенное, но тем не менее, определенное финансирование под это выделяется. А если у вас будет независимый совет избран, то вы сможете избрать своего независимого главу, который будет получать полноценное финансирование в размере 150 тысяч в месяц. Это как зарплата уже идет. Поэтому обязательно нужно идти. Это весело, интересно. И главное, что это покрывается определенным финансированием государственным. Это постоянная зарплата одного депутата. К сожалению, у нас только один депутат в Москве может быть постоянным из муниципальных. Она позволяет работать круглый день, как у нас, например, когда я был главой муниципального округа. Это выбегать на каждый сигнал жителей, где какое-то разрытие произошло, техника заехала, вовремя проверять документы, останавливать работы, которые не должны производиться, быть на совещаниях в префектуре, держать ухо востро по поводу главы управы, участие во всех текущих совещаниях. То есть, постоянный депутат загружен работой абсолютно в независимом совете, по крайней мере. Ну, вот я думаю, у многих после прошлого года, конечно, такое, скажем так, грустное настроение из-за электронного голосования. И я думаю, наши зрители наверняка при себя сидят такие и думают, да, все прекрасно, вы рассказываете, хорошие полномочия, но это электронное голосование не даст нам никаких шансов. Мне кажется, нам надо ответить на этот незаданный нам вопрос. Ну, действительно, определенное настроение пассивности после этого присутствует, но здесь нужно отметить, что, да, действительно, в Государственную Думу по одномандатным округам мы избирали 15 кандидатов. И после голосования, после того, как мы прибавили результаты дистанционного электронного голосования, мы получили все 15 мандатов, которые заняты провластными кандидатами. Без них, без электронного голосования у нас бы победило 9 непровластных кандидатов от различных партий. От Москвы. Да, мы, конечно, говорим, да, про Москву. Действительно, это есть. Но здесь нужно учитывать, что 15 кандидатов избиралось на всю Москву. И для того, чтобы получить такие результаты, властям пришлось потрудиться. Я имею в виду, до 9 утра, по-моему. Да, то есть результаты выборов не публиковались больше 12 часов после того, как они были получены. На электронного голосования, то есть то, что должна была посчитать, просто машина. Да, просто нажать на кнопки. И смотрите, это всего было 15 кандидатов. 15 кандидатов. Когда мы говорим о муниципальных выборах, надо понимать, что у нас в каждом округе от 8 до 16 депутатов. Кандидатов еще больше. В Москве 125 районов, в которых будут проходить выборы. И депутатов у нас будет избрано 1500 человек. То есть, понимаете, разницу. Это два порядка. 15 и 1500. И кандидатов, ну, порядка, наверное, будет 10 тысяч на всю Москву. То есть надо понимать, что уследить за всеми и не допустить всех по электронному голосованию просто не получится. Поэтому безусловно участие. До следующего года рисовать. Да, активное участие. Своим вы избирателям говорите, что мы не участвуем в электронном голосовании, приходим ногами, даже не регистрируемся. Мы обо всем об этом расскажем в депутатской академии. Ну, а вам просто вот распространять эту информацию. Мы уверены, что у нас неплохие, хорошие даже возможности занять места независимых депутатов. То есть провести максимальное количество. Ну, возникает у нас вопрос по поводу того, от кого идти. То есть у нас много партий, но все они как-то показывают себя ни шаткой, ни валкой. Есть у каждого провал в репутации. Вот мы со своей стороны в депутатской академии, хотя мы надпартийные проекты, мы будем поддерживать всех независимых и адекватных кандидатов, но у нас есть возможность помочь вам, даже если вы идете самовыдвиженцем. Мы разработали программу, по которой мы поможем вам зарегистрироваться. Мы вас не оставим один на один с властью. Главное к нам приходить. Вот мы вас всему научим и расскажем. Юридическая поддержка, не только юридическая, а поддержка на протяжении всей компании агитационной. Мы ее разработали для команд, начиная с января и заканчивая последним днем, то есть непосредственно днем голосования. Главное интересоваться, приходить. Вы можете нас найти, вбив в поисковике депутатской академии, сразу наш сайт выскочит. И дальше будет анкета, которую вы сможете заполнить. Мы обязательно отзвонимся вам и пригласим к нам на обучение. Поможем вам и подружиться с такими же активными независимыми людьми, которые собираются быть муниципальными депутатами по вашему конкретно району и вашему избирательному округу. Всех ждем. Какие-то послесловия? Ну, наверное, да. То есть основное я хотела подытожить на счет электронного голосования. То есть надо, чтобы нас было много, правильно я понимаю? То есть чем больше нас будет, тем больше вероятность, что будет вообще больше кандидатов, это первое. И чем лучше мы донесем до наших избирателей информацию, что надо ходить ногами на участке, тем меньше вероятность, что сработает электронное голосование, что результаты будут выборов нечестные. Ну и по поводу программы, что у нас уже разработан просто пошаговый план и будет такой а-ля там, не знаю, коучинг, который, что всех, кто будут команды, которые идут с нами, мы начиная с конца января будем все вместе уже готовиться прям пошагово делать определенные действия, которые все, кто это сделает, должны привести к победе на выборах. Собственно, чтобы еще раз вбить гвоздь в информацию о дистанционном электронном голосовании, хочу подчеркнуть, что одним из главнейших рефренов этой избирательной кампании будет наш призыв с вами не регистрироваться в этом дистанционном электронном голосовании. Власти ничего больше не нужно. Кто зарегистрируется, чем больше людей зарегистрируется, как указали выборы 2021 года, тем больше они смогут расширить свои возможности по изменению фактических результатов. Поэтому мы все с вами будем агитировать не регистрироваться даже под угрозой давления со стороны вашей работы или каких-то общественных организаций, ни в коем случае. Этого достаточно. Ко мне подходили многие избиратели нашего района и с сокрушением говорили, да, как же так, вот я зарегистрировался, я за новой технологией, мы хотим электронно голосовать, это удобно и прочее. Но мы с вами должны понимать, что в руках шулеров новые технологии исполняют такую же функцию, как и в старой технологии. Поэтому, ну, еще раз, просто уговаривайте всех своих знакомых не регистрироваться, бойкот дистанционному электронному голосованию. А в остальном, да, нам нужно привести больше людей на выборы, чем в 2017 году. В 2017 году явка в среднем по Москве составила 16%, в этом году этого будет недостаточно, поэтому готовимся, агитируем себя, друзей, соседей, знакомых, родственников, обязательно не пропускать эти выборы, обязательно голосовать вживую и обязательно не регистрироваться в дистанционном электронном голосовании. Если вы составите команды в вашем районе, сможете провести по технологиям, которые мы вам дадим, правильные, полноценные избирательные кампании, включающие себя и агитационно-печатные материалы, и кампании в социальных сетях, и кампания по встречам с избирателями и агитацией от две игры, то с высокой долей вероятности вашу команду ожидает успех, которого не может быть у административных кандидатов. Им просто не с чем прийти к избирателям и нечего им рассказать о том, что они делают в районе. Потому что Единая Россия, как известно, делает в районе только то, что делает управа и жилищник. Мы все знаем, какого качества работ этих организаций. Поэтому, если вы хотите изменить свою жизнь, жизнь своего района, своих соседей, к лучшему, то регистрируйтесь прямо сейчас на сайте Депутатской Академии, не регистрируйтесь на электронное голосование. И мы вас ждем. Чем раньше вы примете это решение, тем больше у вас шансов выиграть выборы муниципальные 2022 года. Ждем вас. Спасибо. Спасибо. Удачи всем.